Неужели на Западе всерьез заговорили об отмене санкций против России? Чем инвесторов удивил свежий отчет Сбера? Как Венгрия планирует получать российскую нефть в обход санкций? И почему многие товары на Вайлдбери снова могут подорожать? Друзья, об этом обо всем в ближайшие минуты поговорим. Я вас приветствую. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Не забывайте про лайки, комментарии и, конечно, подпишитесь на нас на всех площадках. Ссылки в описании. Друзья, думаю, для многих, как и для меня, вторник начался с новости о том, что Великобритания готова снять санкции с России. Первыми об этом написали известия со ссылкой на британское посольство в Москве. Но, правда, готовы с некоторой оговоркой. Ограничения могут снять, если будет установлена их неэффективность. При этом в дипмиссии подчеркнули прямо, что менять свою позицию по поводу конфликта на Украине Лондон не будет. Просто отменит некоторые меры, если эксперты докажут, что они бесполезны. Ну, вот, собственно, и все. Но, тем не менее, это, конечно же, информационное пространство всколыхнуло. Но все-таки Великобритания – это один из лидеров по количеству введенных ограничений против Москвы. За последние пару лет она расширяла свои санкционные списки больше 40 раз. И сейчас в них более 300 компаний и около 2000 физических лиц. Ну и хотя многие эксперты сразу отметили, что вряд ли Лондон вообще будет проводить какую-то переоценку своих рестрикций, но все равно новость, конечно, очень многим настроение приподняла. Сразу же стали всплывать и прошлые заявления западных политиков о бесполезности санкций против России. Ну вот, например, совсем недавно на эту тему высказывался премьер Саксонии. Это, если что, федеральная земля в Германии. Год назад похожие настроения отмечали и в Европарламенте. Ну а буквально сегодня бывший посол США в Советском Союзе, кстати, последний на этом посту, тоже заявил, что санкции бесполезны. Ну и даже наоборот, они сделали Россию гораздо автономнее, чем раньше. Ну, в общем, почву для разговоров о развороте риторики на Западе в сети нашли очень быстро. Но, как оказалось, все-таки кажется, что несколько преждевременно. Факты сейчас, к сожалению, говорят об обратном. Ну, во-первых, само же британское посольство в Москве спустя 10 часов после публикации опровергло заявление о возможной отмене санкций. Ну, мол, сообщение ложное, ничего такого мы не говорили. И более того, во вторник Великобритания даже ввела новые ограничения против российских структур. Хотя, если честно, вся эта история выглядит слегка подозрительно. Но, во всяком случае, раньше за известиями какой-то такой выдумки ради хайпа мы не замечали. И мне кажется, что британские дипломаты вполне могли сказать такое в частном разговоре. А потом просто отказались от своих слов. Ну, потому что, например, прилетел условно какой-то нагоняй из Лондона. Но, даже если так, я полагаю, что не секрет, что западные страны в вопросе мер против России действуют более или менее едино. И думать, что Великобритания может отменить санкции, пока США только вводят новые, ну, мягко говоря, трудно. Ну, я просто вам напомню, что 12 сентября вступает в силу запрет американского правительства на предоставление IT-услуг российским компаниям. И речь идет о консультациях, проектировании. И, что, пожалуй, самое важное, поддержке некоторых видов программного обеспечения и облачных сервисов. Ну, конечно, Вашингтон утверждает, что эти санкции направлены только против компаний. Но IT-эксперты уже отмечают, что и обычные пользователи могут пострадать. Ну, вот, например, те, кто активно пользуется облачными решениями или зарабатывает сборкой онлайн-магазинов и различных сайтов. Кстати, известный конструктор сайтов Викс вот сегодня подтвердил, что уже на низком старте для ухода из России. С 12 сентября компания заблокирует все аккаунты российских пользователей, и мы пока не знаем, каких еще иностранных сервисов мы можем после этой даты лишиться. Плюс уже через месяц у Мосбиржи истекает лицензия ОФАК, которую ранее продлили до 12 октября. На этом фоне инвестпалаты торопятся поскорее провести второй этап обмены заблокированными активами с иностранцами, потому что, когда кончится американская лицензия, все контакты с зарубежными инвесторами у россиян могут обрубиться. Ну и, собственно, какой мы тут можем сделать вывод? Да, западные санкции бьют не только по России. Многие ограничения мешают и тем странам, которые их вводили. Но их отмена вопрос больше политический, чем экономический, и на Западе вряд ли будут его всерьез рассматривать, пока продолжается конфликт на Украине. Ну а пока перспектива переговоров, к сожалению, остается довольно туманной. Но справедливости ради совсем исключать хотя бы частичную отмену санкций не стоит. Ну и, например, аналитики нашей подписки и в плюс рассматривают такой вариант, как один из возможных сценариев. Ну просто у них такая работа, быть готовыми к любым, даже самым неожиданным, поворотам сюжета. Ну и, к слову, об этом. По секрету скажу, друзья, что сейчас наши эксперты продали половину всех облигаций в портфеле российских компаний и в плюс, и начали активно заходить в акции. И это, кстати, при том, что многие все еще выбирают консервативные инструменты. Кажется, что команда подписки почувствовала, в какую сторону ветер начинает дуть и начинает свою стратегию в соответствии с этим рихтовать. Я тут вам напомню, что в прошлом году наш портфель российских компаний вырос на 64% и заметно по доходности опередил индекс Мосбиржи. Условно, те, кто вложил бы в него миллион, заработали бы 640 тысяч рублей. Да, доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем, но, как правило, грамотная стратегия всегда приносит достойный результат. Именно об этом говорят отзывы наших довольных подписчиков. К тому же, помимо портфелей в подписке, вы найдете интересные инвест-идеи, полезные эфиры с экспертами и массу другого контента для инвесторов под любой запрос и под любой карман. Самое главное, что информация на сервисе регулярно обновляется аналитиками, за плечами которых десятки лет опыта и несколько пережитых кризисов. В общем, если вы зайдете в подписку сейчас, то еще успеете узнать, какие активы выбирают профессионалы в ожидании взлета рынка. Ну, а чтобы вам было еще приятнее присоединиться к ФПлюс, в описании я оставлю промокод на скидку 50% на годовой тариф. Ну, пока мы с вами далеко не ушли от фондового рынка, давайте, друзья, посмотрим, как там прошли торги во вторник. После заметного отскока накануне, индекс Мосбиржи снова начал день с роста. Но вот уже к обеду подъем сменился снижением, и по итогам дня индекс потерял чуть более процента и снова опустился ниже 2700 пунктов. Давление на рынок продолжают оказывать слабые нефтяные котировки. Стоимость сорта Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 69 долларов за баррель. И тут сразу несколько причин. Среди них данные о замедлении экономики США и Китая, угрозы Трампа опустить цены на нефть до минимума, ну, а также ожидание ОПЕК, что профицит на топливном рынке может усилиться. При этом обороты торгов во вторник были не особенно большими. Возможно, крупные инвесторы просто решили взять паузу перед заседанием ЦБ в пятницу, и на фоне слабой активности игроков индекс Мосбиржи снова ушел в минус. Я напомню, что когда на рынке низкая ликвидность, сдвинуть индекс наверх или вниз, конечно же, гораздо проще. И для этого, в принципе, много усилий прилагать иногда и не надо. Возможно, по этой же причине 10 сентября подешевели акции Сбера. Несмотря на то, что зеленый гигант снова представил сильный финансовый отчет, это произошло. За 8 месяцев банк заработал более 1 триллиона рублей, и это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Только за август чистая прибыль Сбера составила почти 143 миллиарда, и при этом рентабельность капитала остается на достойном уровне – 23,6%. Но в целом банк снова демонстрирует рост по всем направлениям, и вопреки высоким ставкам розничное и корпоративное кредитование продолжают набирать обороты. При этом щедрые проценты по вкладам привлекают, как мы видим, все больше средств физических лиц, и объем их уже составляет почти 26 триллионов рублей. Кроме того, только за август число пользователей подписки Сберпрайм выросло примерно на 1,5 миллиона человек. Ранее банк заметно повысил лимиты на платежи и переводы для клиентов с подпиской, и при этом ее стоимость, как мы видим, осталась прежней. С каждым новым отчетом Сбера растет уверенность, что банк все-таки сможет побить рекорд прошлого года по чистой прибыли, тогда она составила 1,5 триллиона рублей. И в результате банк смог выплатить самые большие дивиденды в своей истории, но и следовательно, по итогам нынешнего года выплаты могут оказаться еще выше. И на этом фоне аналитики продолжают верить в будущий рост акций Сбера. Консенсус прогноз остается в коридоре от 380 до 430 рублей. Ну, то есть от нынешнего уровня бумаги зеленого гиганта в перспективе могут прибавить более 50%. И при этом ранее акции уже оттолкнулись от локального дна, и за последние 5 дней показали неплохой рост в районе 6-7%. Кстати, друзья, пока готовила этот выпуск, я вспомнила, что акции Сбера – это, в принципе, первые ценные бумаги, которые я много-много лет назад купила в свой портфель. Ну, то есть именно с них, можно сказать, и начался мой путь в инвестициях. Как, наверное, и у многих из вас. Вот если вы помните свою первую акцию, свою первую сделку, то напишите в комментариях, что это было и удалось ли вам на этом заработать. В комментариях обязательно отпишитесь. Ну, а я пока напомню, что акции Сбера и других ведущих российских компаний вы прямо сейчас можете получить в подарок, ну, то есть совершенно бесплатно. И для этого нужно просто принять участие в нашей финансовой эстафете. Да-да, она пока еще продолжается. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке под этим видео. Подписывайтесь на телеграм-каналы и отвечайте на простые вопросы. Ну и, собственно, все. Призы практически у вас в кармане. Да-да, вот так легко, но, главное, честно, можно заработать вместе с InvestFuture. Так что, друзья, не упускайте такую отличную возможность, пока она еще есть. Ну, а я продолжу с вами делиться важными рыночными новостями. Ну, вот, например, тут прилетел позитив для наших нефтяников, ну, а конкретно для компании Look Oil. Если помните, в июле Украина ввела санкции против этой компании и в результате остановились поставки по трубопроводу «Дружба». Это крайне не понравилось Венгрии и Словакии, которые получали нефть из России вот именно по этой магистрали. И страны даже пригрозили Украине судом за остановку транзита российской нефти. Но, судя по всему, нашлось решение более эффективное. Крупнейшая нефтегазовая компания в Венгрии, МОЛ, смогла договориться о продлении поставок по дружбе. Для этого придумали довольно любопытную схему. Но Look Oil будет передавать венграм нефть прямо на российско-украинской границе. Ну, то есть транспортировкой через Украину будет заниматься не подсанкционная компания из России, а венгерская МОЛ, на которую никакие ограничения не распространяются. Но, правда, из-за новой схемы нефти для Венгрии будет стоить дороже рыночной цены, примерно на полтора доллара за баррель. Но, вероятно, это все равно лучше, чем испытывать нехватку топлива. Ну, особенно накануне, конечно же, зимнего сезона. Да, этот вопрос становится довольно критическим. Кстати, альтернативные маршруты поставок сейчас обсуждаются не только для российской нефти, но и для газа. Ну, вот, например, Молдова обеспокоена ситуацией вокруг станции Суджа в Курской области. И поэтому накануне страна направила запрос к Газпрому с просьбой рассмотреть варианты экспорта в обход Украины, включая транзит через Турцию. Такой сценарий сделает поставки длиннее и дороже. Но, как и Венгрия, Молдова, видимо, готова дополнительно потратиться, лишь бы продолжать получать топливо. Да, мы видим, что все-таки без него никак. И при этом пока транзит газа через территорию Украины продолжается, но Кишинев заранее решил подготовиться к его прекращению. Тем более, что это событие уже не за горами. Договор с Украиной о транспортировке газа из России в Евросоюз действует до конца года. И Киев уже давно заявил, что не собирается его продлевать. Друзья, далее я хочу поднять тему, которая может коснуться тех, кто активно покупает на Wildberries. И дело тут в том, что многие продавцы на маркетплейсе жалуются. Ну, мол, их затраты на логистику и хранение продукции очень сильно возросли. Услуга приема товаров, которая раньше была бесплатной, сначала лета стала платной, и теперь за один литр объема требует 3,5 рубля. Плюс многие склады вводят свои коэффициенты к этой ставке. У кого-то она х-20, ну, а кто-то умножает базовую цену на 142. Ну, якобы все зависит от загруженности склада в данный конкретный момент. С одной стороны, Wildberries и раньше брал деньги за прием товаров, но происходило это только в пиковые даты. Ну, вот буквально несколько раз в год. Теперь же эта история становится постоянной, причем брать стали гораздо больше, чем раньше. Ну, вот представьте, вы продавец пуховиков, и вам нужно закинуть на склад тысячу своих курток. Каждая занимает около 2 литров объема. Сразу оговорюсь, эти расчеты я взяла у журнала Forbes, ну, а он, в свою очередь, у конкретного продавца. Ну, то есть кейс вполне реальный. Так вот, за каждый литр ставка 3,5 рубля, тут еще и склад установил коэффициент х-20. И в итоге просто за приемку вашего товара вам придется отдать 140 тысяч рублей. Ну, я от себя уже предположу, что любой предприниматель в такой ситуации будет вынужден заложить эти траты в конечную стоимость. Ну, то есть буквально заплатить придется кому? Правильно, как всегда, покупателю. Что говорят в самом Wildberries? Ну, действительно, по версии компании был пик высоких коэффициентов, но уже давно, в апреле. А сейчас больше половины мест на складах предоставляются бесплатно, и только меньше 1% всех невинных поставок приходится на время высоких ставок. Но это версия официальной пресс-службы маркетплейса. В то же время его совладелец, Владислав Бакальчук, признает, что дорогая приемка и высокие штрафы – это одни из самых частых жалоб продавцов. Причем он даже озвучил коэффициент в х-90. Видимо, такая цифра фигурировала в отзывах кого-то из клиентов в Wildberries и назвал его немыслимым. Причину у всей этой истории, по словам бизнесмена, две – это нехватка персонала и мест на складах. Ну, мол, компания перестала вводить в эксплуатацию новые многоярусные конструкции, мезонины они называются, и они увеличивают площадь хранения, но вот почему-то больше их решили не ставить. Ну, опять же, по словам Владислава Бакальчука. Более того, он заявил, что склады сейчас перегружены искусственно, ну, а неделю назад отмечал, что строительство новых объектов пока что приостановлено. С чем это связано, он и сам ВБ объясняют по-разному, но, по сути, все буквально кивают друг на друга. Бакальчук говорит, что почему-то заморожен реестр платежей на миллиард рублей, и его компания ВБ Девелопмент, которая занимается строительством вот этих самых складов, не получает деньги. Представители маркетплейса это отрицают и говорят, что это ВБ Девелопмент просто не исполняет свои обязательства. Ну, в общем, кто на самом деле прав и виноват, пока, честно говоря, не очень понятно, но мы видим, что как бы проблема есть. Единственное, что утверждают в том числе и сами продавцы на маркетплейсе в руководстве компании, сейчас серьезный конфликт, и это серьезно усугубляет ситуацию с логистикой на ВБ, которая и так, на самом деле, не поспевает за развитием площадки. Это сказывается на тех, кто пользуется ее услугами для торговли. Ну, и, наверное, тут подойдет поговорка «Лес рубит, щепки летят». Ну, и как результат, предприниматели начинают перетекать на другие маркетплейсы. Ну, благо, в России их сейчас достаточно, но кто-то и вовсе разочаровывается в подобных площадках и начинает, ну, так сказать, сольную карьеру, арендует свой собственный склад и открывает свой интернет-магазин. Ну, и в каком-то смысле сепарации, да, это можно назвать. Может быть, с другой стороны, это и хорошо. Напишите в комментариях, как, по-вашему, маркетплейсы в России, не исчерпали еще свой потенциал. Кто работает на ВВ, тоже расскажите, как там ситуация обстоит. Друзья, ну и прежде, чем мы попрощаемся, я вам очень советую посмотреть новое интервью на нашем канале, которое посвящено краудлендингу. Мы с вами уже много и давно о нем говорим, и вопросы в комментариях по поводу краудлендинга появляются очень часто. Да, вопросы, возражения, какие-то недовольства. Я вот поговорила с Марией Кузнецовой, это основатница бренда Frontiers, и мы с ней подняли такие все самые болезненные вопросы про краудлендинг. По-моему, ролик получился поучительный, посмотрите, ссылочка на него в описании. Ну и, друзья, еще чуть не забыла, в эту среду вместо традиционных новостей мы для вас снова проведем прямой эфир, он будет посвящен главным событиям дня и пройдет в 20.00 по Москве. Так что не забудьте освободить это время для просмотра. Продолжение следует...